МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он предсказал три глобальные катастрофы человечеству. Он предрек падение самых могущественных империй и монархов. Только он мог видеть сквозь пространство и время. Нострадамус. Мы знаем о нем все и ничего. Кем он был на самом деле? Как жил? Откуда к нему приходили видения? Кто его боялся и кто мечтал убить? Меня зовут Олег Шишкин. И только сегодня подлинная история Нострадамуса. Сегодня в программе. Настоящая история самого знаменитого предсказателя планеты. Кем был Мишель Нострадамус и как он стал легендой? Его же не зря называли в детстве маленький звездочет. И он всегда старался через астрологию подтвердить то, что ему приходило видение. В средневековых архивах французские историки нашли предсказание судьбы Нострадамуса. Каким образом сын обычного нотариуса смог стать великим провидцем? Если он родится, когда часы пробьют 12, то он будет великим ученым и великим пророком. Последнее пророчество Мишеля. Что обнаружили жители французского салона в могиле Нострадамуса? И как эта находка изменила ход истории? Мишель де Нотр-Дам хотел показать, ну, может быть, символизировать свою бессмертию. Чума на оба ваших дома. Американские исследователи разгадали рецепт лекарства от чумы, созданного Нострадамусом. Как алхимик смог остановить смертоносную эпидемию и вылечить сотни безнадежных больных? Это была его своего рода миссия. Расчистить город, когда из него бегут повально люди, врачи. Проклятые короли! Как пророчества Нострадамуса изменили будущее французского престола? И каким способом королева Франции сохранила власть своей династии даже после смерти последнего мужчины в роду? Нострадамус предсказал, что в королевском семействе ожидаются две смерти. И вот одна из них – смерть молодого короля. И это пророчество исполнилось. Тайна смерти предсказателя. Немецкий исследователь Роза Штерн считает, что Нострадамуса отравили. Но кто и почему это сделал? О чем написал пророк в своих последних катренах? В общем-то, вполне мог оказаться на суде Инквизиции, но последствия были бы самыми фатальными. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Исследователи признали Нострадамуса самым точным прорицателем в истории. По подсчетам специалистов, 80% его прогнозов сбылись. По мнению экспертов, это самый высокий показатель среди всех известных провидцев. Какие исторические события будущего увидел Мишель Нострадамус? Как его пророчества повлияли на ход истории? И что он писал о России? По мнению специалистов, пик славы Нострадамуса наступил после смерти провидца, когда сбылось одно из его самых жутких предсказаний – лондонский пожар. При этом провидцатель указал не только точную дату трагедии, но и подробно описал, что именно ждет британскую столицу. Нострадамус говорил о всех разрушениях в городе. К примеру, он пишет «Столетняя дама упадет с возвышенного места». Здесь речь идет о фигуре Божьей Матери на верхушке кафедрального собора святого Павла. Она упала во время пожара, а сам собор сгорел. Это предсказание, по мнению французских историков, Нострадамус сделал незадолго до публикации своего первого сборника стихов Катранов в 1555 году. По мнению ряда специалистов, все пророчества Нострадамуса намеренно зашифрованы, чтобы истинный смысл текстов открывался только, когда описанные в них события уже произошли. Нострадамус не хотел, чтобы его предсказания расшифровывали заранее. Так люди могли бы изменить ход истории, переписать ее. Видимо, он верил, что в установленный порядок вещей вмешиваться нельзя, и только избранные могут заранее расшифровать его стихи. В Катранах Нострадамуса есть предсказания для всех мировых держав, включая Россию, которую провидец назвал северной страной. Так в одном из Катранов Нострадамус говорит о победе над польскими интервентами в 1612 году, а также о воцарении новой династии. В 26-м Катране он пишет об этом, что Россия преодолеет смуту, и к власти придет новая династия. Имел он в виду, конечно, династию Романова. Нострадамус предрек рассвет России во второй половине 18 века. Императрицу Екатерину II он назвал великой женщиной, которая разбудит север. И действительно, ей удалось существенно расширить границы страны, присоединить Крым и часть территорий Польши. Прорицатель, как считают французские ученые, также упоминает о внуке Екатерины Великой, императоре Александре I. Он, по мнению Нострадамуса, смог спасти Россию и победить армию Наполеона. И там есть такие строки, что с ним гвардия многие земли захватит, но в снежной стране победитель пропал. Снежная страна подразумевается, конечно, Россия. И то, что это последний поход Наполеона Бонапарта. Недавние исследования показали, что провидец знал и о трагедии рода Романовых. В одном из Катренов он пишет, «Монарх горюет об отце, а должен горевать о сыне». Толкователи считают, что Нострадамус имел в виду предпоследнего императора Российской империи Александра III, чей отец Александр II погиб от рук террористов. Но и сына Александра III, Николая II, ждала не менее трагичная судьба. На это и намекал Нострадамус в своем тексте. Последнего русского царя и всю его семью убили. И династия, правившая страной более 300 лет, прервалась. Некоторые историки считают, что Нострадамус использовал свой дар, чтобы манипулировать монархами. Так, предвещая правителям то или иное событие, он настраивал людей на определенные события или подталкивал королей на принятие нужных ему решений. К примеру, в своих предсказаниях Нострадамус описывает восхождение на престол королевы Елизаветы I, а другой наследницы трона, Марии I, он отзывается крайне негативно. Возможно, он намеренно настраивал народ против Марии. Такой поступок, по мнению экспертов, продиктован происхождением провидца. Его семья бежала из Испании, спасаясь от гонений на евреев. Прибыв во Францию, они приняли чуждое для себя католичество. Исследователи считают, что именно поэтому в своих катренах Нострадамус поддерживал не строгую католичку Марию, а протестантку Елизавету. Так он повлиял на мнение знати, которая в итоге склонилась в сторону новой королевы и новой религии. Мистики утверждают, последним предсказанием Нострадамуса стали вовсе не три знаменитых Катрена, опубликованные сыном предсказателя Сезаром в 1557 году. Эзотерики уверены, последнее пророчество провидец унес с собой в могилу. Он написал его не в стихах, а в виде даты, выбитой на его медальоне. В 18 веке жители города Салон, где похоронен Нострадамус, вскрыли могилу предсказателя. Там они нашли амулет. На небольшой золотой пластине было выбито 1791 римскими цифрами. Год вскрытия захоронения. Что же значила эта дата? И как последнее предсказание Нострадамуса изменило ход всей европейской истории? По легенде, тревожить останки Нострадамуса нельзя. Якобы вскрывать могилу запретил сам прорицатель. Он завещал, чтобы его похоронили стоя, замурованным в стене. Тем самым Мишель де Нострадам хотел показать, ну, может быть, символизировать свое бессмертие. То есть он не отдает себя земле, а по-прежнему остается столбом, соединяющим небо и землю. Но откуда взялся необычный ритуал? Исследователи считают, эти знания провидец мог почерпнуть из кабалы, мистического древнееврейского учения о мироздании. Считается, что до крещения члены семьи Нострадамуса были адептами этого культа. Вероятнее всего, члены его семьи втайне практиковали иудейские обычаи и втайне вели жизнь согласно еврейским традициям. Это так называемые мараны. Они приняли христианство, но тайно продолжали исповедовать иудаизм. Нострадамус явно унаследовал от прадеда все каббалистические знания. Майкл Тильман считает, что Нострадамус не случайно переехал жить в Прованс. Там он мог работать вместе с аудейскими алхимиками. Хорошо известно понятие «прованская школа каббалистов». То есть Прованс в то время был большим центром сосредоточения адептов этого учения. Более того, Нострадамус жил в городе Нарбон. Это, можно сказать, столица кабалы во Франции. Однако, по мнению ряда экспертов, способ захоронения Нострадамуса напротив говорит о том, что к культу кабалы он отношения не имел. Ведь по еврейской традиции любое положение покойного, кроме лежачего, считается неуважением к нему и даже осквернением. Но Майкл Тильман уверен, провидца похоронили по особому ритуалу. Так поступали только с избранными. Есть древний источник, в котором говорится, что один иудейский праведник, чудотворец, был похоронен в положении стоя в Твери. Его звали Раби Мэйр. И есть объяснение, для чего это было сделано. Когда придет мессия, он уже будет стоять и встречать его. По другой версии, захоронение стоя – это террафимы. Так древние иудеи называли небольшие статуэтки, которые ставили в стенах храмов. Считалось, что террафимы предсказывают будущее тем, кто приносит им жертвы. Классическая такая медитация, достаточно мощная. Связь с определенной силой. Это магическая традиция в рамках иудаизма. Но там действительно существуют свои, так сказать, магические ритуалы, это известно. Работа с ангелами. Не столько с духами, сколько с ангелами, с архангелами. Возможно, похоронив себя стоя, предсказатель хотел буквально превратить себя в террафима. Нострадамус мог использовать террафимов в своей практике, потому что сама его жизнь и труды очень мистичны. И его гробница тоже напоминает об этом. Кстати, известно, что террафимов беспокоить лишний раз нельзя. Астролог Михаил Левин предполагает, что сама гробница и медальон с датой были особым знаком для потомков. Своего рода пророчеством, которое могло и не исполниться, если бы могилу не раскопали. Я думаю, что он предсказал, скорее, начало исторических перемен. Он, в общем, был очень сильно ориентирован на историю. Начало таких мощного исторического поворота, фактически изменившегося историю Европы. А вот его вскрытие могилы как бы, ну, вывело на поверхность силу, которая подтолкнула вот это предсказание. Действительно, в 1791 году, когда вскрыли могилу Нострадамуса, король Франции Людовик XVI бежал из Парижа. Этой же осенью была принята первая французская конституция, ознаменовавшая конец монархии. По мнению современных экспертов, медальон Нострадамуса стал одним из важнейших предсказаний, расшифрованных после его смерти. Мистики же уверены, что сама революция произошла во Франции из-за нарушения завета провидца и вскрытия его захоронения. Якобы таким образом проклятие, наложенное на амулет, обрушилось на целую страну. Далее в программе. Настоящая история самого знаменитого предсказателя планеты. Кем был Мишель Нострадамус и как он стал легендой? Его же не зря называли в детстве маленький звездочет. И он всегда старался через астрологию подтвердить то, что вот ему приходило в видение. В средневековых архивах французские историки нашли предсказания судьбы Нострадамуса. Каким образом сын обычного нотариуса смог стать великим провидцем? Если он родится, когда часы пробьют 12, то он будет великим ученым и великим пророком. Чума на оба ваших дома. Американские исследователи разгадали рецепт лекарства от чумы, созданного Нострадамусом. Как алхимик смог остановить смертоносную эпидемию и вылечить сотни безнадежных больных? Это была его своего рода миссия. Расчистить город, когда из него бегут повально люди, врачи. Проклятые короли. Как пророчества Нострадамуса изменили будущее французского престола? И каким способом королева Франции сохранила власть своей династии даже после смерти последнего мужчины в роду? Нострадамус предсказал, что в королевском семействе ожидаются две смерти. И вот одна из них – смерть молодого короля. И это пророчество исполнилось. Тайна смерти предсказателя. Немецкий исследователь Роза Штерн считает, что Нострадамуса отравили. Но кто и почему это сделал? О чем написал пророк в своих последних катренах? В общем-то, вполне мог оказаться на суде инквизиции, ну а последствия были бы самыми фатальными. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. 515 лет назад, 14 декабря, в небольшом городке Сен-Ремиде, Прованс, на юго-востоке Франции, в семье нотариуса Жома де Нострадама родился сын. Будущий великий прорицатель Мишель Нострадамус. Это была зажиточная семья. По преданию предки-предсказателя, служили лекарями при дворах монархов и знатных особ Европы. Маленького Мишеля с детства готовили к карьере врача. Но как получилось, что потомственный медик сумел увидеть будущее империй и судьбы правителей мировых держав? Кем же был этот человек на самом деле? И как он стал великой легендой? Его называли королем пророков. Его предсказаний боялись и верили в них даже самые властные правители. Уникальные способности Мишеля начали проявляться с детства. Главной страстью правиться стала астрология. Он предсказал открытие планеты Нептун. Дальше он предсказал, что в 1607 году тряханет астрологию всю эту науку, потому что будет придумана подзорная труба. И в дальнейшем она как бы станет телескопом. В три года он учил греческий и латынь. В четыре читал и писал на нескольких языках. В пять разбирался в математике и астрономии. Ребенок обладал фотографической памятью. Взглянув на текст всего раз, он мог с точностью повторить его. По словам современников, даже игру со сверстниками Мишель превращал в пророчество. Он рисовал по звездам персональные гороскопы друзей, а затем рассказывал им будущее. Он всегда старался через астрологию подтвердить то, что ему приходило видение. Основы астрологии Мишель узнал от прадеда, Жанна де Сен-Реми. В детстве мальчик не раз слышал семейную легенду, что его прадедушка – крещенный еврей и магистр тайного ордена. Якобы их семья переехала во Францию и приняла католичество лишь для видимости, чтобы спастись от преследования святой инквизиции. Рождение наследника Мишеля Анастрадамуса стало продолжением этой семьи. Это был могущественный наследник, который мог перенять тайные знания и передать их своим детям и внукам, и членам этого оккультного ордена, существование которого хранилось в тайне. В 14 лет Мишель поступил в Авеньонский университет, но не окончил его из-за эпидемии чумы. Тогда он начал поиски лекарства от так называемой «черной смерти». Следующие 8 лет будущий прорицатель провел в скитаниях. В его дневнике сохранилась лишь одна запись об этом времени. Цель – познать вершины медицинской науки. В его жизни есть два периода так называемых путешествий. Каждый раз провидец пропадал после эпидемии смертоносной болезни. Считается, что он отправлялся на поиски новых знаний. Однако некоторые исследователи уверены, истинной причиной его исчезновений стали задания от магистров тайного ордена. Он исчез на годы, чтобы выполнить очередную миссию своего ордена. В чем она заключалась, неизвестно. Все держалось в секрете. Но отсутствие записей об этом периоде – еще одно доказательство того, что он являлся членом ордена, ведь он отправлялся выполнять их задания. По легенде, во время путешествий Настрадамус гостил у французского аристократа барона де Флоренвилля. Якобы перед ужином хозяин завел Мишеля в свинарник и попросил предсказать, какой поросенок окажется на столе в тот вечер. Будущий прорицатель ответил – нам принесут черного, а белого съест волк. В конечном итоге, когда наступило время ужина, Флоренвилль сказал – вот вы и ошиблись. Но Настрадамус стал отстаивать свою точку зрения и говорил, что поросенок черный. В таком случае решили позвать повара. И повар подтвердил, что любимый волчонок ворона утащил тушку белого поросенка, которая уже была приготовлена, и повар решил зажарить все-таки черного поросенка. Так что здесь он тоже был прав. Современники боялись дара Настрадамуса. Его пророчества охватывали весь мир. Он предсказывал события в странах, где никогда не был. Так его слова о царствовании Ивана Грозного на Руси сбылись еще при жизни Мишеля. Семь жен и сын умерли или убиты жестоким монархом. Кругом кровопролитие, великим злодеянием нет предела. Будут убиты семь жен и будет убит сын. Вот в конечном итоге все так и произошло. Богомольный монарх, так сказать, его царство не закончилось тем, что его сменил Годунов. Тело Бориса Годунова много раз перезахоранивали. И в конечном итоге сбылось и это предсказание Настрадамуса. Предвидел Настрадамус и появление великого реформатора всея Руси Петра I, создателя Российской империи. Было такое предсказание, что придет великий и жестокий царь. И с его приходом закончится эпоха Руси. И начнется эпоха Российской империи. Надо признать, его предсказания совершенно совпадают с реальностью. В 1555 году вышла первая книга пророчества магистра Мишеля Настрадамуса. Эти четверостишие принесли ему прижизненную славу. После чего Настрадамус издавал свои прогнозы на будущее в ежегодном Альмонахе. Журнале с предсказаниями, расписанными по месяцам. Но по-настоящему знаменитым провидца сделала пророчество о смерти французского короля Генриха II. Генрих II был убит на рыцарском турнире. И Мишель Настрадамус предвидел эту смерть. Он предостерегал короля, но монарх все равно решил участвовать в турнире по случаю свадьбы дочери. Осколки копья противника попали ему в глаз. После этого жена Генриха II, Екатерина Медичи, приблизила Настрадамуса к себе. Екатерина Медичи назначила прорицателю небывалое по тем временам жалование – 200 золотых в год. Однако, несмотря на все попытки купить доверие провидца, Медичи так и не удалось узнать главную тайну Настрадамуса. Каким образом он предрекал грядущие события? Родителям Настрадамуса предсказали, что их сын станет провидцем. К такому выводу пришли историки Лионского университета. В архивах французские специалисты нашли записи о загадочных событиях, якобы произошедших в день рождения Мишеля. Но кто предрек судьбу великого предсказателя? Когда у знаменитого астролога появился его дар? И как он смог увидеть будущее на столетие вперед? Когда 14 декабря 1503 года в семье нотариуса Жамада Настрадам готовились к рождению ребенка, в дом постучалась старуха. Она попросила хозяина налить ей вина. Выпив, женщина перевернула бокал и начала отсчитывать падающие на пол капли. Выпало 12 капель. И она сказала, что у тебя будет сын, и если он родится, когда часы пробьют 12, то он будет великим ученым и великим пророком. И когда часы на башне монастыря святого Павла пробили 12, раздался первый крик Мишеля Настрадамуса. Мистики считают, незваная гостья была ведьмой, а странный ритуал – передачей сакральных знаний. Эзотерики предполагают, что преследуемая инквизицией колдунья знала о своей скорой смерти и хотела поделиться бесценным даром. Принцип этот заключается вот в чем. Традиция не должна прерваться на тебе. Без этого зачастую он не может отойти в мир иной. Но почему ведьма выбрала именно Настрадамуса? Эзотерик Вадим Байкулов уверен, дело в семье провидца. Родители были способны дать мальчику нужные знания, чтобы он мог раскрыть свой дар. Предки Мишеля Настрадамуса также находились в услужении у потомков царя Давида. Поэтому, может быть, имеют место тайные какие-то знания каббалистика. Поэтому маленький Мишель с детства знал все какие-то самые главные ритуалы, какие-то, значит, заклинания. Именно каббалистические ритуалы, по мнению экспертов, помогали Настрадамусу видеть будущее. Сторонники этого учения считают, что весь мир – это многомерный текст, прочитать который могут лишь избранные. Поэтому Настрадамус известен именно как, в каком-то смысле, магический поэт. Потому что он не писал картин пророческих, он писал стихи. Текстом кодировал определенную информацию, которая была ему доступна. В каббалистических трактатах содержится упоминание о ритуале с использованием специального бронзового треножника. Его опоры должны быть расставлены под тем же углом, что и грани египетских пирамид. Удивительно, но в стихах Настрадамуса есть детальное описание этого обряда. Он говорил о том, что его голова покоится на бронзовом треножнике. Опять же, что бы это ни значило. Он имеет в руке жезл, его ноги находятся в воде, и он присутствует в неком поле. И в этом поле, в этом поле света, золотистого света, он ощущает божество рядом с собой. Специалисты считают, что провидец усиливал эффект от ритуалов, вдыхая ароматические масла и напевая особые тексты. Так он входил в транс. По словам историков, Настрадамус черпал знания о подобных практиках из книг. В его архивах, помимо каббалистических трудов, были трактаты о дельфийских оракулах, жрецах, предсказывавших будущее в состоянии транса. Мишель Настрадамус в состоянии измененного энергетического состояния подключался к энергоинформационному слою Земли, к этому полю, и считывал нужную ему информацию. И подсознание ему выдавало мысли, образы, картинки, которые он в дальнейшем записывал в свои четверостишья в книге «Столетия». По словам историков, до сих пор остается загадкой, чем Настрадамус занимался в период с 1538 по 1544 годы. Мистики уверены, это время предсказатель потратил на образование. Он изучал древнейшие рукописи в монастырях и брал уроки предвидения у лучших прорицателей своего времени. Далее в программе. Чума на оба ваших дома. Американские исследователи разгадали рецепт лекарства от чумы, созданного Настрадамусом. Как алхимик смог остановить смертоносную эпидемию и вылечить сотни безнадежных больных? Это была его своего рода миссия – расчистить город, когда из него бегут повально люди, врачи. Проклятые короли! Как пророчества Настрадамуса изменили будущее французского престола? И каким способом королева Франции сохранила власть своей династии даже после смерти последнего мужчины в роду? Настрадамус предсказал, что в королевском семействе ожидаются две смерти. И вот одна из них – смерть молодого короля. И это пророчество исполнилось. Тайна смерти предсказателя. Немецкий исследователь Роза Штерн считает, что Настрадамуса отравили. Но кто и почему это сделал? О чем написал пророк в своих последних Катренах? В общем-то, вполне мог оказаться на суде Инквизиции, ну а последствия были бы самыми фатальными. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Исследователь утверждает, что в 16 веке в Европе было не меньше 15 человек. Выдававших себя за Мишеля Настрадамуса. Последний лжепророк появился спустя 8 лет после смерти предсказателя. Человек, назвавшийся сыном провидца Мишелем, работал во французском Пузене. Он предсказал гибель города в огне. Чтобы получить признание жителей, мошенник попытался поджечь поселение, но его арестовали. За обман и вредительство преступника казнили. По словам биографов, у Настрадамуса никогда не было сына Мишеля. Предсказание Настрадамуса использовали агитаторы Третьего Рейха. Весной 1940 года над Францией и Бельгией самолетов разбрасывали листовки, начинавшиеся со слов «Настрадамус предсказал». Американский врач-натуропат Питер Дадамо заявил, что расшифровал рецепт так называемого розового снадобья Настрадамуса. Того самого лекарства, с помощью которого он остановил эпидемию чумы во Франции. По легенде, предсказатель смог не только сам пережить эпидемию смертельной болезни в зараженном городе, но и спас от гибели сотни людей. Как же ему это удалось? Из каких ингредиентов состояла волшебная зелья? Питер Дадамо утверждает, что главным компонентом снадобья стали лепестки дикого шиповника. Но как этот цветок смог уберечь от смерти целую страну? В 1535 году чума охватила всю Европу. Париж стал одним из центров эпидемии. Повсюду валялись трупы. Люди бежали из зараженных городов, разнося заразу. Врачи были бессильны перед черной смертью. Будущий прорицатель приехал в прованский город Экс в самый разгар эпидемии. Опасность заражения его не пугала. Он хотел во что бы то ни стало победить болезнь. Это была его своего рода миссия – расчистить город, когда из него бегут повально люди, врачи, уборщики улицы, правительства. Все бегут, но у него еще не было пророчеств в те времена. Мишель Настрадамус родился в семье потомственных медиков. Оба его деда были лекарями. Мальчику с детства прочили карьеру врача. Он изучал медицину, травы и алхимию, математику, астрологию, освоил греческий, латынь и древнееврейские языки. В 1529 году он поступил на медицинский факультет университета Монпелье и через 4 года получил докторскую степень. С этого момента его фамилию стали писать на латинский манер – Настрадамус. Под этим именем он и вошел в историю. Он только получил степень доктора, когда в Европе началась эпидемия чумы. В то время эту напасть лечили весьма своеобразно. Неудивительно, что ни один из методов эффекта не имел. 16 век – это эпоха инквизиции и власти церкви. От всех болезней в первую очередь прописывали молитвы. Считалось, что чума – это божья кара. Больных лечили кровопусканием, ароматами ладана и ртутью. Бывало, что через год гнали табуны лошадей, потому что считали, что лошадиное дыхание очищает воздух. Настрадамус не верил, что эпидемию можно остановить одними молитвами. Он решил найти лекарство от черной смерти. По легенде, рецепт чудесного снадобья стал его первым видением. Это был город, усыпанный лепестками диких роз – шиповника. Он смешал розовые лепестки с опилками кипариса, ирисами, гвоздикой и алоэ. Полученная розовая смесь стала первым лекарством, созданным врачом Нострадамусом. Он потратил огромное количество своих собственных стрессов на то, чтобы перерабатывать эти розовые лепестки. Но он ходил и раздавал их бесплатно на улицах. В это сложно поверить, но эпидемия действительно отступила. Нострадамус мог остаться в городе и пожинать плоды своей славы. Но вместо этого Мишель отправился на юг. Он осел в Ажене, куда его пригласил в качестве сотрудника известный ученый Жюль Скаллигер. Там он встретил свою первую жену. У них родилось двое детей. Там Мишель ведет врачебную практику вместе со Скаллигером, занимается научными изысканиями. Тогда было сложно поверить, что его счастливая жизнь может рухнуть в один момент. Побежденная в Эксе болезнь настигла Ажен через два года. Уверенный в своих силах, Мишель не стал бежать из города. Семья осталась с ним. Нострадамус боролся с болезнью уже проверенным методом – розовым порошком. Но молодой врач переоценил свои силы. Когда его жена и дети заболели, розовое снадобье оказалось бессильно. По городу моментально поползли слухи. Кого может вылечить врач, который не спас собственную семью? По доносу родственников жены, Нострадамуса даже посадили в тюрьму. Он был настолько подавлен и разочарован в себе, что даже не пытался оправдаться. За Нострадамуса вступились горожане спасенного Экса. Оказавшись на свободе, Мишель отправился странствовать. Терзаемый чувством вины, он искал ошибку в своем рецепте. Именно тогда у него появились видения о будущем. Он говорил о том, что придет черт, придет дьявол, и он уберет людей из храма. У него в туманных видениях было то, что люди лежат на улицах, то, что придет болезнь и голод. Он скитался почти 10 лет. Долгое время жил в монастыре, где изучал старинные рукописи и лечебные травы. Его видения становились все яснее и приходили все чаще. В сохранившихся церковных архивах есть несколько упоминаний о предсказанных им смертях монахов и служителей. Когда в 1546 году до него дошла весть о новой вспышке чумы в Провансе, Нострадамус сразу же отправился в зараженный город. Он считал своим долгом победить болезнь, забравшую его семью. В этот раз оружием стало не только розовое снадобье, но огромные знания, полученные им из древних писаний и от народных целителей. Он прекрасно знал, что чума – это такая болезнь, чаще всего связанная с тем, что антисамитария везде. И поэтому, когда он приходил в города, болялись везде люди, неубранные улицы. Первое требование, которое он к правителю города предъявлял, предъявлял, он говорил, что улицы должны быть идеально вычищены от трупов, трупы сожжены. Нострадамус разработал целую сеть каналов, обеспечивавшую город свежей проточной водой. В Провансе до сих пор используют систему водоснабжения, построенную с учетом его рекомендаций. Он 270 дней сражался с эпидемией и победил. После этого правители ему назначили пожизненное содержание, а люди принесли огромное количество подарков. В течение пяти лет бубонная чума уничтожила приблизительно 25 миллионов человек, то есть треть населения континента. А Нострадамусу удалось остановить эпидемию с помощью воды, мыла и лепестков шиповника. Долгое время врачи пытались разгадать секрет лекарства Нострадамуса. Недавно американские исследователи заявили, что смогли полностью воссоздать рецепт розового порошка. По словам медиков, главным лечащим компонентом снадобья стал витамин С. Его особенно много содержится в шиповнике, алое и гвоздике. Специалисты предполагают, такая ударная доза витамина укрепляла иммунитет больных чумой, и их организм начинал сопротивляться болезни. Но самое удивительное, по словам биографов-предсказателя, именно во время борьбы с чумой Нострадамусу стали являться картины будущего. Пророчества, которые затем превратились в знаменитые центурии. Американский искусствовед Рон Пика нашел рукопись с неизвестными пророчествами Нострадамуса. Документ долгое время хранился в архивах Ватикана. Сейчас манускрипт находится в Национальной римской библиотеке. Он содержит 72 предсказания. По мнению исследователя из Германии Розе Штерн, именно этот документ мог стать причиной убийства предсказателя. Долгое время считалось, что Нострадамус умер от подагры. Но почему современные историки усомнились в этой версии? Что обнаружили ученые в останках провидца через 500 лет после его смерти? И если прорицателя действительно убили, то кто и зачем это сделал? Эти акварели – часть так называемого «утерянного манускрипта» Мишеля Нострадамуса. Рукопись с рисунками найдена в Национальной римской библиотеке. Группа международных исследователей уверена, автором этого труда был именно великий прорицатель. На одном из фарзацев даже нашли имя его сына – Сезар де Нотр-Дам. Однако официальная наука до последнего момента сомневалась в подлинности манускрипта. Был проведен тщательный анализ красителей и бумаги. Удалось установить, что этот манускрипт с большой долей вероятности создали во времена Нострадамуса и в той же части Франции, где он проживал. Это настоящая сенсация. В книге 72 иллюстрации. По мнению специалистов, эти рисунки – пророчества, предрекающие падение римской католической церкви. Например, на одном рисунке группа женщин отворачивается от Папы Римского. На жерзле Папы изображены два креста, земля под ними горит, а на игральной кости, лежащей у его ног, цифра 6. Не говорит ли нам это о распаде католической церкви? Толкователям уже удалось расшифровать часть сообщений. Так, исследователи считают, что один из рисунков рассказывает о покушении на Папу Римского Иоанна Павла II. В 1981 году турок Мехмед Али Аджа выстрелил в понтифика прямо на площади Святого Петра. В другой иллюстрации манускрипта, по мнению экспертов, точно описана трагедия нью-йоркских башен-близнецов. На одном из рисунков виден силуэт современного города, в который устремлены воздушные суда. Параллель с событиями 11 сентября 2001 года. Трудно представить, как мог Нострадамус в 16 веке предсказать появление самолетов. На другом рисунке изображена огромная башня в огне. И здесь изображен не просто пожар, а именно взрыв. В картотеке указано, в Римскую национальную библиотеку манускрипт попал из архивов Ватикана. В Средневековье и в эпоху Возрождения в монастырях оседали все интеллектуальные достижения своего времени. Но у римской католической церкви был конфликт с Нострадамусом. Церковная цензура боролась с его пророчествами. Исследователь из Германии Роза Штерн утверждает, что знаменитый прорицатель умер не от подагры. По мнению Штерн, Нострадамуса отравили. Но как алхимик, знавший противоядие практически от всех ядов своего времени, мог стать жертвой отравления? Несколько лет назад немецкие антропологи исследовали останки провидца. Специалисты обнаружили в костной ткани повышенное содержание мышьяка. Эти яды действовали месяцами, там человек начинает выпадать в волосы. То есть какие-то появлялись признаки, связанные, может быть, и с другими болезнями, распространенными такими, что доказать было очень трудно. При жизни Мишелю Нострадамусу покровительствовала королева Франции Екатерина Медичи. Ее семью часто называют кланом отравителей, поскольку именно яд был их излюбленным средством для устранения врагов. Но неужели правительница сама избавилась от своего доверенного лица? Существует легенда, что Екатерина Медичи сама преподнесла Нострадамусу перстень, пропитанный ядом. К этому моменту их отношения изрядно испортились. Она была в обиде за его злые прогнозы и решила избавиться от него, как от лишнего свидетеля. По другой версии, отравить Нострадамуса могли испанцы. За два года до смерти прорицатель предрек союз между Францией и Англией. Такое объединение двух заклятых врагов было невыгодно Испании. Это означало, что они создадут антииспанский союз. Испания в тот момент вела агрессивную внешнюю политику, присоединяла новые земли. И если бы предсказание пророка сбылось, это грозило бы испанцам войной с восточными соседями. Посол Испании считал, что от Нострадамуса надо избавиться, чтобы подобные слухи больше не распространялись. Но главным врагом Нострадамуса была римская католическая церковь. В середине 16 века католицизм страдал от роста популярности протестантской веры. Влияние Ватикана ослабло. Предсказания Нострадамуса священники считали вредными и подрывающими авторитет церкви. Инквизиция всегда охотилась за ним. Инквизиция допускала астрологию, но инквизиция не позволяла иные способы пророчества или, как говорили, профетического искусства. А Нострадамус-то как раз и использовал иные способы. И, в общем-то, вполне мог оказаться на суде инквизиции. Ну, а последствия были бы самыми фатальными. В 50-е годы 16 века при дворе папы римского Пия V в качестве посла Флоренции служил Александро Атавиано Медичи. Он сам метил в кресло понтифика. Распространение акварелей прорицателя, как считают эксперты, мешало ему в достижении заветной цели. С большой долей вероятности мы можем сказать, что эту книгу выкрали у Нострадамуса. А, возможно, именно она и стала причиной его кончины. Предсказания Нострадамуса с завидной регулярностью сбывались. А эта книга для католической церкви – настоящая бомба. Исследователи предполагают, что для устранения Нострадамуса Александро использовал типичные приемы своей семьи. Отправил провидцу несколько отравленных подарков. Так, по одной версии, Мишель получил пропитанные мышьяком перчатки. По другой – редкие книги или свитки пергамента. Эти яды хранились в сугубом секрете. Действие их чаще всего было не мгновенным, а постепенно и замаскированным под различные болезни. Видимо, они тоже никакого особого вкуса и запаха не имеют. Историки отмечают, что вскоре после смерти Нострадамуса Александро получил должность епископа Пистои, а затем архиепископа Флорентийского. А еще через несколько лет стал кардиналом. В 1605 году отпрыск семьи Медичи занял вожделенный трон Папы Римского. Но неужели Нострадамус, читавший судьбы монархов и целых стран, не смог предсказать свою собственную гибель? Жан-Эме де Шевеньи, ученик Нострадамуса, опубликовавший труды учителя, утверждал, что Мишель сам назвал ему точный день и час своей смерти. Более того, якобы предсказатель утверждал, обмануть судьбу и избежать гибели в указанный час не сможет никто. По словам сына провидца Сезара, его отец тяготился своим даром и ждал смерти. Удивительно, но сам Сезар, унаследовавший дар Нострадамуса, предсказанием будущего не занимался, и вместо этого посвятил свою жизнь изучению архивов отца. Исследователи считают, что Мишель Нострадамус изменил судьбу Франции. По мнению ряда экспертов, королева Екатерины Медичи сделала провидца своим тайным советником и принимала все решения, опираясь лишь на его пророчество. Так, после одного из предсказаний Нострадамуса, Екатерина отдала свою любимую дочь Маргариту замуж за Генриха де Бурбона, проднившись таким образом со своими главными врагами. Но зачем она это сделала? Какое будущее королевской династии увидел предсказатель? Впервые королева Франции Екатерина Медичи встретилась с Мишелем Нострадамусом в 1556 году в Парижском дворце. Она хотела знать, что ожидает ее супруга, Генриха II. Незадолго до этого провидец написал Катрен, в котором Екатерина увидела предсказание смерти своего мужа. Молодой лев превзойдет старого на поле боя в одиночном поединке, поразив ему глаза в золотой клетке, что приведет старого льва к мучительной смерти. Поскольку муж королевы Екатерины Медичи, он не верил во все это, но королева, несмотря на то, что она официально была при вере, она увлекалась магией, гаданиями, и она очень в этом плане отслеживала все. У нее были среди фрейлин свои доносчики, то есть она держала информацию во всех пальчиках, в том числе информацию от предсказателей. И ее заботило предсказание Нострадамуса. Лев был символом королевской династии Валуа. Его изображали на гербе страны и на щитах всех рыцарей Франции. От Нострадамуса Медичи узнала, что так называемая битва львов должна произойти на рыцарском турнире в честь пышной свадьбы. После этого она несколько лет пыталась уговорить мужа отказаться от участия в поединках, но Генрих II к жене не прислушался. Предсказанное Нострадамусом исполнилось в точности. На гербе его убийцы был лев. И действительно, был праздник, был турнир, и король встретился в поединке с молодым монг-долмери, это начальник гвардии короля. И щепка от копья отлетела и вонзилась ему в глаз через щель шлема. И король действительно скончался от этой раны. Через год после смерти мужа Екатерина Медичи потеряла и первого сына, короля Шотландии Франциска II. Удивительно, но и об этом событии Нострадамус знал заранее. В 17 ноября 1560 года посол Тосканы доложил герцогу Тосканы Казима Медичи, что по пророчествам здоровье короля слабое, и он умрет. Нострадамус предсказал, что в королевском семействе ожидаются две смерти. И вот одна из них – смерть молодого короля. И это пророчество исполнилось, конечно, к ужасу царствующих особ. После смерти короля Франции и его старшего сына Франциска на престол взошел 10-летний Карл IX, второй сын Екатерины. В 1566 году Медичи познакомила юного монарха с Нострадамусом. Она ждала предсказаний о долгом царства у нее. Но вместо этого провидец предрек смерть всем сыновьям Екатерины. Прорицатель утверждал, что династия Валуа прервется, и Франции станут править бурбоны. Нострадамус видел, что династия Валуа исчерпана, то есть потенциал этой династии заканчивается. И он предсказал, что на смену трагических событий с королями из династии Валуа придут новые – это будут бурбоны. И они вас царствуют на протяжении нескольких веков. Поверив Настрадамусу, Екатерина Медичи выдала свою дочь Маргариту замуж за Генриха де Бурбона. Именно его предсказатель назвал следующим королем Франции. Удивительно, но через 17 лет Генрих действительно взошел на престол. А Маргарита стала новой королевой Франции, сохранив в своей семье власть в стране. Он умер почти пять веков назад. Часть его пророчеств уже сбылась. Другая часть до сих пор будоражит умы человечества. Его центурии заканчиваются 2250 годом. Он обещал глобальные войны, полное обесценивание жизни и возрождение Великой Северной Империи. Какие-то из его предсказаний сбываются в эту минуту. И мы раскрыли лишь малую часть его тайн. Прямо сейчас другие пророчества Настрадамуса в программе «Великий предсказатель. Новейшее время». Субтитры создавал DimaTorzok